Депутатов в Верхнеудинске раньше называли гласными, от слова «голос», то есть человек, за которого проголосовали, отдали свой голос избиратели. Об этом и других занимательных фактах студентам рассказали в Центральной библиотеке имени Калашникова. Я узнала, что было до образования местного самоуправления, как мы жили, что у нас развивалось, какие проблемы у нас раньше были, чего нам не хватало. И вот после образования местного самоуправления, мне кажется, наш город стал намного лучше. Хроники краеведов собрали будущих специалистов разных университетов и колледжей. Были среди них и те, кто учится на историческом факультете и увлекается историей родного края. Так как я историк, и у нас есть предмет «История Бурятии», мы изучаем город, республику в целом. С помощью этих занятий, которые лекции, мы дополнительно узнаем информацию о нашем городе. То есть это нам помогает и в учебе, и в последующей деятельности. По словам организаторов, главная задача таких занятий – увлечь подрастающее поколение истории с помощью занимательных фактов. Для этого здесь выступают специально приглашенные ученые-историки. Они признают, что с каждым годом молодежь интересуется историей своего города все больше. Вообще историю страны своей, особенно города, того места, где ты живешь, это малая родина. Каждого человека и о малой родине каждый должен знать. История города Верхнеудинская, Олан-Одэ, очень интересна. И поэтому, я считаю, обязательно должны знать. Такие беседы студентов и ученых-историков проводятся уже в четвертый раз. 16 октября студенты разных вузов и колледжей соберутся здесь и разделятся по командам, чтобы узнать, кто лучше разбирается в истории развития самоуправления Верхнеудинска. Софья Ведокимова, Инесса Дондукова, Евгений Павлов. Новости дня.